И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Обратим внимание, мы уже на планете, где нашли жизнь. Вернее, я бы даже сказал, здесь нету жизни органической, то есть здесь всего лишь есть погибшая растительность. Обрати внимание на этот мир. Да, это планета пустынная Терра. Да, здесь всего лишь пустыни, горы, высохшие деревья, какие-то непонятные, опять же, инопланетные растительности. Если посмотреть вдаль, то можно увидеть огромные высохшие деревья. Конечно, ты их не сможешь разглядеть, но их здесь достаточно много. Что случилось с этой планетой, я немножко не понимаю. Если что, друзья, это версия 0.9.9.0. Да, будет еще версия 0.9.8.0. Мы посмотрим с вами, рассмотрим планеты, на которых есть жизнь, вероятно. Ну, кстати говоря, если обратить внимание, то есть еще вот такое растение, непонятное. По-моему, здесь, я бы сказал, что это живое растение, потому что есть вроде бы как листья, а не красного какого-то цвета, я не знаю. Может быть, это просто высохшие листья. На планете есть небольшой процент кислорода, и в своем большинстве присутствует углекислый газ. Двойная звездная система здесь. Как у меня просаживается Space Engine, я прямо сейчас чувствую. Кстати говоря, мы находимся с вами в галактике Треугольник. Вот здесь у нас галактика Андромеда. И посмотри, кстати, на фоне здорово смотрится еще одна планета. Нет, это не газовый гигант с кольцами, это тоже, по-моему, подожди-ка. Это Криогенная Озерная Аквария. Сейчас мы, кстати, с вами тоже туда перелетим, возможно, там тоже есть какая-нибудь растительность или что-то в этом роде. Так, ну что же, наверное, можно включить тайминг. Боже, он жрет мой процессор. Space Engine издевается надо мной как может. Для чего я включил тайминг? Я хочу посмотреть на вращение вот этого Криогенного, Криогенной Суб Аквария. Сейчас ускорим время. Так, двойная звездная система, как я говорил. И отсюда невероятно смотрится. Так, Криогенная планета. Посмотри на ее вращение. Так, ну что же, давайте, наверное, слетаем, как я вам говорил, то, что вон там, в долине, тоже есть высохшие деревья, высохшие леса. Ну вот, мы снова с вами в замерзшем ледяном пустынном мире, я бы сказал. Вот он, тот самый высохший лес. Я не понимаю, что случилось с этой планетой. Вся растительность здесь полностью погибшая. Видимо, она уже давно погибла, потому что, обрати внимание, все деревья, они черного цвета выгорели. Я не знаю, что с ними случилось. Нету воды на планете, как я и говорил, нету кислорода. Да, но зато преобладает углекислый газ, да. Повсюду, повсюду на планете вот такая высохшая тусклая растительность. Самое интересное, это все прекрасно, конечно, сливается на фоне планеты. Вот этой, Криогенного ледяного мира. Так, ну что же, я предлагаю пролететь, наверное, сквозь изобилие этих мертвых деревьев, мертвые растительности. Боже, как у меня прожирает процессор Space Engine. Вообще, разработчики когда-нибудь что-нибудь сделают, какую-нибудь оптимизацию. Я, конечно, понимаю, что этот симулятор очень требовательный. Нет, ну реально, даже на моем ПК он начинает сносить ему уже, блин, крышу. Это невероятно. Я, конечно, могу все убрать на минимум. Играть не в HD графики, а, блин, но это... Будет просто ужасно выглядеть все. Поэтому я даже не хочу этого делать. Ну, можно как-то это исправить, господа. Представляете, если когда-то здесь, на этой планете, текли реки, была вода, растительность была зеленого цвета. Ну, либо какой-то инопланетный другой раскрас. Да, планета полностью высохшая, она полностью мертвая. Ничего здесь нету. Кстати, вон тот лес, где мы были только что до этого. А вот если посмотреть на гору, то есть если посмотреть на вот этот замерзший, потухший вулкан, как будто вдалеке зеленые краски. Как будто есть какая-то трава, либо мох там, я не знаю что. Так, ну что ж, давайте попробуем переместиться на креогенный вот этот ледяной мир. Может быть там есть какая-нибудь жизнь. На что бросается сразу первый взгляд на шикарные кольца этой планеты. Креогенная озерная аквария. Так, что у нас здесь по составу? Давайте посмотрим сразу. Почему бы не посмотреть вики. Википедию. Так, атмосфера. Состав 97% это у нас. Азот 2% у нас углекислый газ и гелий, аргон. Все понятно. В общем, на планете 100% нету никакой жизни. Мертвый мир. Еще один мертвый мир. Но, да, на какой планете только что мы с вами были? Кстати, да, я ускорил немножко время, чтобы видеть вращение этой планеты. Солнечные сутки 13,5 часов. Кстати, а вот на той планете... Пролетаем сквозь ее шикарные кольца. Аккуратно. И вот на этой планете мы только что с вами были, где мертвая растительность. Да, кстати, планета обращена одной стороной к звезде. Вот как я и говорил. То есть смотрится она, посмотри, даже отсюда видно, что она зеленоватого цвета. Широкие кольца достаточно. Сколько от поверхности, на каком расстоянии заканчиваются кольца? Подожди, мне хочется знать. 30 тысяч километров. Неплохо. А начинаются эти кольца на каком расстоянии? Наверное, вот оно, самое тонкое кольцо этой планеты. Конечно, его пока еще сильно не видно. Но вот где-то здесь, по-моему. Да, вот тут. На расстоянии 9572 километра. Довольно-таки близко. Возможно, знаете что? Я думаю, что у этой планеты... Скорее всего, эти кольца появились... Из-за того, что в эту планету врезался... Врезался либо какой-то огромный астероид, либо какая-нибудь блуждающая планета меньше диаметром. И огромные-огромные куски этой планеты, которая врезалась блуждающая, выкинула просто в открытый космос сюда. И теперь все эти осколки вращаются вокруг этой планеты. То есть, криогенные озерные акварии. Так и образовались эти кольца. Ну, скорее всего, это мое предположение. Либо у этой планеты была Луна настолько близко, что ее просто огромные гравитации разорвало. Просто вот в такие шикарнейшие кольца. Достаточно тонкие кольца. Можем увидеть сейчас движение максимально близко. Я попробую приблизиться. Да, но это всего лишь какие-то размытые пока что пятна. Скоро-скоро. Как скоро? Я не знаю. Нам сделают 3D кольца. Простите. По-моему, я уже говорил это в предыдущей серии. То даже на 3D кольцах мы сможем рассмотреть мельчайший камушек в кольцах. То есть, можем смотреть от камушка до камушка. Сможем передвигаться. Так, ну ладно. Хорошо. Я хочу, в общем, опуститься на поверхность этой криогенной планеты. По-моему, довольно-таки плотная атмосфера. Я смотрю у нее. Что делает со мной Space Engine? Он меня просто убивает. Вот так и хочется просто, знаете, вернуться в версию 0.9.8. 0. Здесь, скорее всего, да, ничего. Камушки на поверхности. Камушки, конечно, сделаны идеально. Ничего не скажешь. Сплошная какая-то равнина. Сплошная равнина. Так, подожди. Если вылететь... Знаете куда? В какую-нибудь темную сторону планеты. Посмотреть кольца. Кстати, наверное, вы уже все заметили, что... Во второй серии, это уже вторая серия у нас... Где мы путешествуем по планетам с кольцами. И кольца меня прямо-таки завораживают. Вот сейчас я не пойму, что происходит. А, все. Все хорошо, все нормально. Это ночь на планете. Безумная ночь. Посмотри, красный такой закат. Впервые... Вот, честно говоря, я сейчас впервые в Space Engine. В этой версии вижу такую ночь, что здесь даже не видно никаких звезд. Почему? Я не понял. Я сначала думал, что я провалился опять сквозь текстуры планеты. Но нет. Я не провалился. А, возможно, знаете почему такая темень? Это все кольца. Мы смотрим на кольца, сквозь которые просто не проглядываются никакие звезды. Ну, даже так, если. Если посмотреть на другую сторону, то должны же быть звезды. Видны звезды. Я немножко не понимаю, как это работает. Либо я реально провалился сквозь поверхность. О, тут еще какая-то планетарная туманность красного цвета. А, вот что это было на закате. Не говорите, что я провалился сквозь текстуры. Но я же вижу, что... Вон там есть горы, есть какие-то скальные образования. Вот, смотри, вот. Все, я на планете. То есть, горы. Все прекрасно. Либо это... Подожди. Возможно, это, скорее всего, да. Как вариант, как я сказал, очень плотная атмосфера. Сквозь которую мы ничего... Вернее, даже, ну, плотная атмосфера и плотные облака здесь. Интересно. Странно. Возь которую вообще ничего не можем проглядеть. Такая плотная атмосфера, знаете, как на Венере, я бы даже сказал. Ну, скорее всего, вот таким фиолетовым и синеватым цветом это... Цветится какой-то газ на поверхности. Объясните мне. Я что-то немножко не понимаю. Ладно. В общем, давайте-ка улетим отсюда. Мне немножко эта планета поднадоела, честно говоря. Так, вот, кстати говоря, насчет вот этой туманности. Можно, в принципе, в нее слетать даже. Она достаточно очень рядом с этой звездной системой. Я бы даже сказал, эта звездная система находится прямо в ней. Только, знаете, как-то, наверное, на край надо залететь. Так, вот примерно так. И можно, в принципе, найти какую-нибудь ближайшую, прямо-таки, звезду. Двойная звездная система с 13 планет. Так, это не то, а две планеты. Две планеты? Криогенный субнептун. Криогенный безвоздушный субакварий. Оранжевый карлик. Белая звезда. Число планет 7. Что-то наподобие Земли мне нужно. Прохладная пустынная субтера. Минус 15. И умеренная пустынная субтера. Ну, короче говоря, давайте вот на эту планету сейчас перелетим. Так, составы. СО2, СО2, H2S. Так, информация. Ага, ага, хорошо, я понял. Ну, то есть, на этой планете у нас присутствует оксид серы и сероводород. Сероводород у нас где-то 6,5%, грубо говоря, в составе атмосферы, в составе планеты. Так, оксид серы. Я понял. Скорее всего, это все из-за активных действующих вулканов. Кстати, да. Вот, я был прав, посмотри. Достаточно много вулканов на планете. Прямо видно уже красные горящие точки. Огромные выбросы углекислого газа на планете. Ох, сероводород. Я представляю, как невозможно дышать на этой планете запах тухлых яиц. Представляешь, это... Пф, невозможно. Ух ты, подожди. Я кое-что увидел интересное, посмотри. Вулкан не то, чтобы просто, да, как бы горит. Растекающаяся лава, достаточно активная планета. Растекающаяся лава и... Смотри. Что стоит обратить внимание. Сейчас я где-нибудь вот тут... Да, вот здесь, в принципе, нормально. Взрыв вулкана. Вулкан просто взорвался, посмотри. Ты видишь, обрати внимание. Просто огромные куски земли просто их вырвало. Взрыв был достаточно очень мощным. Поэтому, скорее всего, здесь, да... Такие огромные выбросы СО2, оксида серы... сероводорода. Так, а что у нас температура? 15 градусов. Я еще хочу посмотреть... Так, плотность воздуха. Атмосферное давление. 0,662. Так, плотность воздуха. Температура 15. Я... Хорошо, я понял. Брониковый эффект... Никакое. А, вот мне что, было все время интересно, как посмотреть... Возраст планеты. А, возраст планеты. Мы можем увидеть... По-моему, здесь. Надо почаще снимать Space Engine, потому что я уже немножко отвык от этого. А, получается, у нас где-то... 207... 2 миллиона? Нет, 271 тысяч лет. Ну, это как-то не очень много, я бы даже сказал. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Может быть, может быть. Это, конечно, только планета такая молодая какая-то. Я не знаю. Как знаете, когда-то на первых порах была наша планета Земля, когда бушевали огромные вулканы. Блин, просто невозможно было планете... Планета, вообще, конечно, была раскалена, но здесь, по-видимому, она остывает. Есть, конечно, какая-то неплотная атмосфера, но нету жизни. К сожалению, нету жизни. Так, ну, я предлагаю найти какую-нибудь еще планету. Можно прямо даже в этой звездной системе рассмотреть. Единственную планету, которую мы нашли с растительностью. Фух, так, подожди. Прохладная пустынная субтерра. В составе только углекислый газ. Хотя... Хлор. Ах, хлор вообще, по-моему, в каких-то мизерных процентах своих. Вот, наверное, я не знаю, поэтому такая белая поверхность. Либо, скорее всего, это, да, замерзший углекислый газ. Это не хлор. Так, есть также, кстати, здесь, смотри, действующий вулкан. Это достаточно такой интересный, тонкий вулкан. Ну, здесь тоже никакой жизни. Никакой абсолютно неинтересный. неинтересный. Вот это вот, честно говоря, неинтересный. Так, предлагаю я найти тогда еще одну планету. Так, хорошо. Число планет. Белая звезда. На что сразу, да, бросается вот прям взгляд. Прохладная морская супераквария. Ох, вот это достаточно интересно. Почему такой желтый цвет? Ну, что ж, давайте разрешим этот вопрос. Аргон, 92%. СО2. 2,65%. Вода, 2%. 2% воды? Обрати внимание на поверхность. Какие здесь могут быть 2%? Здесь, ну, я не знаю. процентов, ну, 60-50 где-то. Так, СО2. Гелий, понятно. Хорошо. Ну, давай, хорошо. Давай опустимся на поверхность. Почему поверхность такая желтая? Что это? Сера, что ли, какая-то? Стой. Давай опустимся к воде. Так. Нужно где-нибудь на песчаный пляж, так сказать, опуститься. Если он, конечно, здесь присутствует. По-моему, нету. Ну, ладно. Длитель ближе к воде. Ну, так. Отлично. Прорисовка будет? Прорисовка есть. Ну, по-моему, я скажу так, что да. Скорее всего, может быть, так и есть. То, что 2% воды здесь на планете. Получается у нас от ее диаметра 13651. Знаете почему? Потому что здесь неглубокие моря и океаны. Даже я бы это не сказал, не назвал бы их океанами. Ну, так может быть, конечно, да, такие неглубокие океаны на этой планете. Посмотри, высота всего лишь глубина 10 метров, не более. Вот поэтому такой небольшой процент как бы содержания воды, наверное, скорее всего. Хотя, вот если смотреть по цвету воды, здесь у нас голубая лакуна получается. А здесь вот должно достаточно быть глубоко. И, по-моему, я... Нет, я могу опуститься под воду. Это здорово. Высота 200 метров. Ну, все равно, да. Глубина 200 метров это не так уж и много. Я бы сказал. Парниковый эффект 105 градусов. Температура 76 на планете. Почему она не замерзла? Я не понимаю. Давление очень огромное на этой планете. 643 атмосферы. Ого, 643 атмосферы. Мда. Не хотел бы я бы здесь оказаться даже в каком-нибудь супер-скафандре, который меня спасет от давления. тяжеловато. Здесь будет отяготение планеты 1.768 g. Чуть повышено, конечно, чем на Земле. Где-то здесь 50 килограмм ты бы, наверное, весил 70-80, я так думаю. это мои примерные расчеты. Я не буду вдаваться прям углубляться, так сказать. Так, ну, по-моему, симулятор вообще не хочет прям-таки работать. я... Он, я говорю, Space Engine сжирает, сжирает мой мозг, во-первых, во-вторых, сжирает мой процессор. Невероятно, невероятно здесь путешествовать стало. Очень. невероятно. Хотя, раньше я играл вообще без проблем. Нет, это даже не моды какие-то действуют. Я играю с теми же модами, есть у меня моды на корабли, на там всякие различные... ну, на различных людей, там, космонавтов, все прочее. Да, ну, вы меня поняли. Но раньше я играл вообще без проблем. Даже если они у меня загружены. Ох, вот здесь вот здорово, кстати. вот здесь классно. Посмотри, даже видны образования. Что это такое, интересно? Базальт или что это? Понятно. Какие-то горные отложения. Слои, да? Вот здесь здорово, конечно. Но горы, конечно, Space Engine 0.980, они смотрятся намного лучше. Да, нет HD-графики, но смотрятся намного круче. согласны. Ну что же, вот такое путешествие. Если тебе понравилось, пальчик вверх, подписочка на канал. И хочется огромное спасибо сказать всем спонсорам моего канала. Ребятки, это для меня еще одна важная помощь от вас. Спасибо вам огромное. Всем, кто подписывается на спонсорку, на спонсорку на канале. Всем огромное отдельное спасибо, ребят. Огромная поддержка для меня. Ну что же, ладно, давайте завершим данное путешествие и в следующей серии мы перелетим в версию 0.980, посмотрим там планета. Будет и, я думаю, есть с чем сравнить. Вот, все. Всем пока-пока, до новых путешествий и помните, что космос-селенная бесконечная и мы только начинаем свое путешествие в нем. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok